То, что мы называем добродетель, то, что мы называем зависимостью, в принципе, формируется по одной схеме. Объявление зависимостью болезнью открывает возможность манипулировать крупными денежными суммами. Наркоман, чтобы получить дозу, он горы свернет. То есть воля у него целестремленно прошибает горы, но она не туда направлена. Появляется новая нейронная сеть, они закрепляются, и появляется та самая доминанта, которая начинает подавлять все прочие отделы коры. Мозгом пластичным мы способны вырабатывать новые связи. Мы либо развиваемся в сторону совершенства, либо развиваемся в сторону падения. Остановиться мы не можем. В современном мире существует огромное разнообразие зависимостей, как то алкоголизм, табакокурение, наркомания, клептомания, лудомания, зависимость от азартных игр, пищевая, трудовая зависимость, шопоголизм, фанатизм, компьютерный, интернет-зависимость, мобильная, как видите, я с телефона читаю этот список, и спортивная зависимость, фанатизм, зависимость от навязываемых идеалов красоты и так далее. Как остаться душевно нормальным, душевно здоровым в этом мире зависимости? Как понять, есть ли у тебя зависимость и что с этим делать? Об этом мы поговорим сегодня на портале Экзегет с насельником Соловецкого монастыря, человеком, который давно занимается работой с зависимыми. Это иеромонах Прокопий Пащенко. Отец Прокопий, здравствуйте. Добрый день. Отче, вот этот страшный список, который я прочитал, есть ли что добавить к нему? Конечно. Какие еще бывают зависимости? Ну, процессные зависимости, не только шопоголизм. Ну, я не знаю, насколько официально в официальном списке есть этот вид зависимости, но он в реальной жизни есть. Это зависимость где-то от хождения в гости, от телефонных разговоров и так далее. Ну, здесь надо понять, что зависимостью может стать вообще любой процесс, какой мы ни возьмем, хоть чистка ковра. И зависимость определяется уже не тем, что человек это делает, а тем, какое место данный процесс занимает в жизни человека. Если этот процесс является ступенькой к чему-то большему, значит, я чищу ковер, чтобы принять, ну, понятно, это абсурдное утверждение, да, гротесное, но чищу ковер, чтобы принять гостей, чтобы мы вместе порадовались жизнью и так далее, да. Но если процесс занимает какое-то изолированное место, то есть чистка ковра и все. Сама по себе. Сама по себе. То тогда начинается деформация. И для меня, кстати, вот был даже некий вопрос, ну, как монах, священник, допустим ли с точки зрения аскетической традиции вообще вот эта радость, вкусные фрукты, да, просто когда ты с какими-то близкими людьми встречаешься, испытываешь вот эту полноту, особенно если еще вместе как-то и причастились, помолились, но при этом было какое-то общение и еда даже вкусная, да, насколько вот это возможно. Для меня был ответ в книге «Добратолюбие» найден, что, ну, есть много толкований насчет того, чем являлся плод Адама и Евы, который вкусил, если в это не вникать, то одно из толкований было в том, что чувственный плод не являлся грехом сам по себе. И если, соответственно, для нас это какой-то плод является некой ступенькой, с которой мы благодарим Бога, или вот мы собрались и на столе вкусный, да, чтобы вместе что-то отпраздновать, или как даже Ивагрий Пантийский говорил, что вкусная еда помогает врагам примириться, да, значит, есть враг, приготовил что-то вкусненькое, его пригласил, или даже поистик того, что если людей нарушен аппетит, надо что-то приготовить вкусное. Он сам врахотлукомом кормил людей. Да, но для нас эта еда – это ступенька к чему-то большему, но когда этой ступеньки, этого выхода к чему-то большему нет, то тогда начинаются аддикции. Также игра, она может и не стать аддикцией, если, например, отец играет с сыном, если мы понимаем, что у детей вот, ну, в определенном возрасте игра является ведущей потребностью. Сейчас, конечно, есть другой перекод в геймификацию, это, наверное, повернется катастрофой, потому что люди, может, не совсем понимают, что они делают. Но в разумном ключе надо с детьми в определенном возрасте делать все через игру. Но это не становится аддикцией, потому что мы понимаем, для чего мы это делаем. Мы сейчас обучаем ребенка, и поэтому мы не заигрываемся. Ну, когда игра становится сама по себе, вне детей, вне жизненных целей, тогда начинается проблема, и последнюю эту фразу, и закончу. Эту мысль хорошо озвучил современный один светский автор, когда он говорил, что, например, если мы учимся водить машину и переключаем коробку передач, то мы понимаем, что если мы научимся это переключать, мы сможем ездить на работу. А если мы работаем врачом, мы сможем реализовать свое призвание. Ну, и эта цепочка, то есть процесс переключения входит в какую-то цепочку, которая уходит для нас корнями в вечность. Но при обленных условиях человек замыкается вот на самом вот этом переключении и не идет никуда дальше. И тогда начинаются проблемы, потому что разрывается связь человека с окружающим миром, с близкими людьми, со своей совестью. И вот этот процесс, он начинает поглощать все больше и больше времени. Можно ли сказать, что зависимость – это дурная привычка? Ну, с вами американские бихиористы не согласятся, и в том числе с вами вряд ли согласятся. Ну, вот недавно вышла книга Дикой Сфаба «Мы – это наш мозг», который считает, что зависимости возникает, потому что люди такими рождены. Ну, его книга очень пессимистична в том смысле, что если ты рожден таким, значит, таким должен умереть, и ничего изменить невозможно, потому что свободы воли нет. В каком-то смысле строго нейропизиологическом, аскетическом тоже можно сказать, что да, это плохая привычка. Но об этом, почему обычно это знание люди не готовы освоить, особенно с медицинским образованием, что, во-первых, моральные ценности для современных некоторых светских авторов, они просто не существуют, да, это просто какой-то анахронизм, да, в Средневековье. Но если посмотреть, что из себя представит страсть с точки зрения нейрофизиологии, это в каком-то смысле вот те самые доминанты, да, о которых вот говорит нейрофизиология, то есть некие очаги возбуждения, которые, ну, или, как говорил Рубинштейн, мотивационное ядро, которое подавляет все прочие сферы жизни человека. И современные некоторые авторы, сейчас одиннадцатый шаговая программа, она считает, что, значит, ну, зависимость этой болезни. Конечно, когда уже зависимость сформировалась, это дурная привычка, человек уже где-то не имеет власти поступать иначе, но то, что она сформировалась в течение нескольких лет, в этом было участие его лично. И вот есть замечательная книга, хоть она и зарубежная автор, но мне кажется, 99%, за исключением некоторых спорных моментов, она идеально наслаивается на нашу православную парадигму. Это профессор Марк Льюис, биология желания, зависимость, не болезнь. Вот как раз он показал, что, в принципе, то, что мы называем добродетель, то, что мы называем зависимостью, в принципе, формируется по одной схеме. Да, формируются устойчивые нейронные сети, и задача уже выхода из зависимости, не то, что подавить прежнюю нейронную сеть, но, ну, уже от себя добавлю к нему немножко, создать конкурирующую сеть, да, какую-то добродетель, и научить человека уже, ну, какой-то внутренней регуляции. Человек в итоге должен стать более специалистом внутренней регуляции, чем он был до зависимости. И даже уже на томограммах, например, алкоголик, которые, ну, есть люди, которые просто бросают пить, но не выздоравливают, есть такая категория, да. Но если он реально вошел в социальную жизнь, у него появились новые интересы, видно, что у него даже появились какие-то новые функциональные системы. Он должен был обрести какие-то новые навыки, чтобы выйти в конструктив. И одна из ошибок, почему люди не приемлют такое утверждение, ну, вот кто заточен на биологию, что они считают, что плохие привычки – это дурная воля, и поэтому, дескать, постулируя, что зависимости – это дурные навыки, мы тем самым оскорбляем человека, постулируя, что у него какая-то там дурная воля. Но здесь нисколько воля виновата, воля-то зависит, воля зависит все нормально. Наркоман, чтобы получить дозу, он горы свернет, то есть если воля у него, то есть воля у него целестремленная, он прошибает горы, но она не туда направлена, да. И в целом, конечно, когда сформируется уже дурная привычка, то он делает и святые отцы, как бы, говорят, что словно цепи тебя против воли тянут к чему-то. Но мы ответственны за тот процесс, в котором мы приняли участие, который привел к таким последствиям. И, как я с одной, говорил с женщиной, которая работает в НИИ, скорая помощь, в отделении токсикологии, она говорит, что до тех пор, пока все-таки не было вот этой трактовки современной, да, что зависит от болезни, все-таки люди как-то пытались зависимо выйти из своей колеи. Но с тех пор, как у нас сейчас стало все больше и больше говорить, что это болезни, люди такими родились, они просто стали наглеть и просто даже перестали принимать какие-то разумные попытки выйти из колеи. Насколько можно приравнять понятие зависимости к аскетическому понятию страсти? Со мной многие не соглашаются. Мне кажется, 100% сходные термины. Сейчас надо понять, что проблема зависимости, она очень такая, как есть какие-то политизированная темы, также какая-то, может, есть так можно сказать, ажиотированная тема какая-то. Потому что концепция зависимости как болезни, ну, если с учетом того, что к нам эти методики пришли из Штатов, а там все-таки медицина, ну, страховой характер, да, и поэтому, ну, есть и статьи, есть и литературно на ту тему, что Всемирный организм здравоохранения уже подтвердило, что зависимость является болезнью, ну, под давлением, да. Ну, почему под давлением? Потому что объявление зависимости болезнью, во-первых, открывает возможность манипулировать крупными денежными суммами. Потому что теперь зависимость попадает под страховой случай. То есть если ты, так сказать, официально болен, значит, тебя нужно лечить, там выделяются средства, перенаправляются в клинику. Во-вторых, возможность оказывать некачественное лечение. Если это физическая болезнь, ты вышел из репетационного центра, опять сорвался, ну, это же генетически обусловленное заболевание, поэтому мы ничем тебе помочь не можем, можно только как-то скорректировать. Ну, плюс, эта же концепция болезни позволяет людей изолировать принудительно по приговору суда, принуждать их к прохождению определенных курсов. И вот эти программы, которые, со части 12-шаговая программа, они говорят, что мы, типа, лояльны, да, и полностью анонимны. Но на самом деле, по крайней мере, в Штатах мы еще до этого не дошли, но в Штатах уже по приговору суда людей принуждают именно к прохождению этой программы. Да, иначе у человека могут забрать права. Но в целом, наверное, такая ошибка, когда люди отрицают связь между страстью зависимость, возникает от того, что люди просто не понимают, что такое страсть. Люди страсть воспринимают, скорее, в буддистском точке, с точки зрения, в буддизме нет понятия греха, да, есть некая ошибка ума. То есть, ну, вот там, например, ну, не знали, какая помада лучше, там, какая-нибудь девушка, ну, выбрал не ту помаду, и что-то там, это неудачно. А страсть ведь, как след изучения святых отцов во помысле, да, и начинается с какой-то мысли, мы еще можем отвергнуть, но если мы начали думать об этом, эта мысль внедряется. Ну, а с точки зрения физиологии, да, у нас появляется новая нервная сеть, они закрепляются, и появляется та самая доминанта, которая начинает подавлять все прочие отделы коры, то есть на уровне практическом человек просто забывает, когда он хочет выпить, забивает, что утром надо идти на работу. Человек во время, также во время гнева человек забывает, что сколько добра нам, сколько добра ему делает тот, на кого он сейчас гневается, да. И поэтому страсть, когда укрепится, она действительно, как и Феофанас Звонин говорил, приобретает силу уже естественной привычки, как, ну, говорит, привычка вторая природа. И действительно у человека, у которого страсть сформировалась, у него возникает полное впечатление, что вот это составляет его существо. Но человек, который освобождает страсть, он испытывает настоящий кайф, да, что он понимает, что тот паразит, тот лишай, который раньше его угнетал, он сейчас от него освободился, он понимает, что вот оно, мое подлинное здоровье. Насколько я понимаю, можно различать все-таки зависимость и зависимость. Есть зависимости, которые не очень мешают жить, а есть зависимости, которые не сопоставимы с нормальной жизнью. Ну, например, наркомания, понятно, она способна изувечить жизнь. Но вот такая зависимость, как шапоголизм или трудовая зависимость, ну, это как-то влияет на жизнь, но не критически, да? Ну, спорно, спорно. То есть зрение распадается на две части. Ну, вот, есть недавно была, ну, в общем, есть кандидатская работа, сейчас фамилию называть не буду, которая показала смещение, ну, восприятие россиян в отношении к наркотикам. Если раньше наркомании считалось и употребление, ну, сразу скажу, разделение наркотики на тяжелые легкие, которым сейчас пользуются, с точки зрения декларации 61-го года, является средством пропаганды наркотиков, да, потому что это ложное утверждение. Нет легких и тяжелых наркотиков. Если что-то и люди говорили, что марихуана, она безобидна, эти исследования касались 60-х годов, когда марихуану поставляли в диком виде, но сейчас уже это селективные сорта, да, в которых изменен первоначальный какой-то белочекот, сейчас это уже очень жесткие, получается, эффекты. Ну, и, соответственно, если раньше считалось наркомании все, то теперь по исследованиям часть россиян считает, что инъекционные наркотики, это, конечно, жесть, это наркоманы, это какие-то подъезды, но, в принципе, какие-то дизайнерские наркотики, это, мол, нормально, это студенческая просто тусовка, это там ничего страшного. Хотя через эти наркотики, раз люди втягиваются в зависимости, и синтетические наркотики, ну, в некоторых случаях бывают с единократного раза, приводят уже к каким-то неустранимым последствиям. Это первый момент, да. Если, соответственно, смещается у человека мышление в сторону того, что есть какие-то приемлемые формы зависимости, в частности, наркомании, и некий миф о безопасности, да, то он достаточно быстро и легко может перейти уже к совсем полной какой-то дичи. Ну, во-вторых, с точки зрения современной диктологии, это наука о страстях, и здесь, почему очень, наверное, может быть, с христианской точки зрения интересно изучать диктологию, потому что она 99% совпадает с тем, что эти отцы говорили о страстях. Сейчас модно отрицать святых отцов, что это, типа, какие-то люди чему-то там учили непонятному, а у нас сейчас наука. Но вот я пока не встречал, например, если говорить настоящую науку, кто бы, например, что сказал против того, о чем писал Алава Дорофея в каком-то, не помню, в пятом веке. Но с точки зрения современной диктологии проблема заключается не в самой зависимости, а в так называемом адективную континууму, ну, и еще называют адективной личности. Да, то есть, эту адективную личность можно понять несколькими способами. Если брать чисто научный способ, это совокупность уже навыков, да, которые делают, даже не совокупность навыков, это некая уже сформировавшаяся склонность к вхождению в измененное состояние сознания. И, соответственно, достичь этого измененного состояния сознания, уйти от непереносимой реальности, человек может несколькими способами, там, алкоголем. Но если ему скажут, что тебя уволят, если еще раз ты придешь, что ты нетрезвый, то он, например, вместо алкоголя пойдет во что-то другое. И поэтому, с точки зрения современных ученых, мишенью реабилитационной деятельности должна быть не сама аддикция сама по себе, а та аддиктивная система внутри самого человека. То есть, это внутренний хаос. Да, но православие добавляет к этому еще две позиции. Хотя я их обсуждал с фировщим психиатром, он сказал, ну, мы в научных руках не можем об этом говорить. Хотя, почему не можем? Вот есть как раз сочинение при Павломакарии Великого, который как раз говорил, что древнее зло после грехопадения сформировало в человеке вот это тело греха. То есть, есть руки, но эти руки, они делают зло, есть глаза, но не высматривают зло. И, в принципе, сочинение при Павломакарии Великого, они идеально наслаиваются, например, ну, на высказывании одного наркомана. Говорят, что когда ты уже входишь в зависимость, ну, внутри тебя вот этот наркоман, если он смотрит, он ищет наркотики, если он идет, то только за наркотиками, да. Ну, и плюс, третья, это фаза, то, что психиатр назовут субличностью, то, что мы назовем одержимость, я не фанат, все списывает там на бесов, это тоже какой-то такой православный радикализм. Но знать, что духовный мир существует, что его существование можно показать на основе современной психиатрии, да, потому что иногда вот эти устойчивые, ну, как бы, желания, тяги, они возникают именно под воздействием вот этих, так сказать, сил, если просто не верить в их существование, то человеку нечем защититься. Но если сейчас останется хотя бы на уровне физиологии, да, на уровне диктологии, это уже очень важное знание. Почему? Потому что многие, соответственно, с позиции диктологии в системе реабилитации являются неперспективными. То есть мы забираем у человека наркотики, но его безумие уходит во что-то другое. То есть он, да, теоретически он бросил пить и курить, но у него, например, там по 8 часов телефонный разговор, бесконечность сериала, он становится тираном, начинает унижать близких. Потому что вот этот внутренний хаос, да, ну, здесь, в этой варианте, может грубо скажу, если вы встали в человеку в анальную затычку, а кишечник работает, в человеке пройдет какой-то просто взрыв, да, и также этот человек будет искать, каким образом удовлетворить свою тягу. И, соответственно, либо мы восстанавливаем ту личность, которая была у человека до зависимости, либо нужно сформировать вот новую личность, которую, новую, эту доминанту, или как у святых отцов принцип, да, ты не сколько больше страсти, сколько формируешь добродетель. И тогда вот эта аддиктивная личность, она, ну, рассеется. И вот с точки зрения вот этой идеи аддиктивной личности социально приемлемой к зависимости нету. Потому что, даже если вот некоторые мамы говорят, что мой сын, не был наркоманом, но человек себя в интернете, он привыкает свою потребность в каждую вознему на состояние сознания реализовывать вот играми. Соответственно, на каком-то этапе у него возникает эффект толерантности. Кстати, вот толерантность, это не терпимость, как обычно, это устойчивость к ядам, да, то есть ему, чтобы его штырило, уже не хватает, там, четырех часов игры. Ему нужно что-то уже более жесткое. Больше драйва. Да, теперь он, значит, нужно будет играть под алкоголем, на каком-то этапе и перестанет штырить это. Ему нужно будет что-то еще жестче. И поэтому, если человек уже встал на сам этот путь зависимости, он уже просто в силу своей физиологии, то, что у нас навык вырабатывается быстро, и по мере того, как формируются какие-то нейронные вот эти сети, они будут подавлять все больше и больше сторон личности человека. Поэтому, даже вот такой святоотеческий образ, да, как в ситуации толкует Библию, что когда, так сказать, народ вышел из Египта и вошел в Палестину, но сейчас не рассматривать кровожанной Библии или нет, вопрос сейчас отставим, да, просто святоотцы считали, что вот это некий образ, что было по велению уничтожить все языческие народы, то для нас это некий урок, что если ты больше страстями, должен победить всех. Потому что если человек бросает зависимость, он оставляет себе там гашиш по выходным, да, или какой-то такой, как ему кажется, приемлемой формы, с нее начнется потом порабощение человека, и в принципе, вот эти языческие народы были оставлены, и потом они поработили и народ вышел из Египта. Получается, нет не опасных зависимостей, все опасные, но все-таки есть же более тяжелые, да? Бывают некие такие средние варианты, вот как мне одна женщина говорила, как мне помочь сыну уйти из игры, я говорю, напишите вашу ситуацию, он нас унижает, говорит, нет, он меня очень любит, когда я его прошу сходить в магазин, он ходит, он там регулярно ходит на работу, то есть у человека все проще, жизнь в сторону сохранная, и, конечно, он играет по многу часов, может быть, и не лучшее время при вырождении, может быть, действительно, это не формирует его как христианина, потому что я не выяснял христианин вообще, но видно, что у человека достаточно сильны и другие стороны личности, как забота о матери, да? И поэтому, можно сказать, что человек, ну, в каком-то смысле, вот силы своих прочих сторон, он превратил эту игру, ну, как люди по-разному отдыхают, может, это не совсем правильно, но пока я не видел криминала, я сказал, ну, нет вам нужды, сейчас ссориться с сыном, да? А когда мы увидим уже, что распадаются остальные стороны личности, то есть это уже зависимость продавливает, тогда уже вот надо бить тревогу, но это достаточно редкий случай, да? Потому что, может быть, у человека была какая-то своя мотивация, которую мы не знаем, как правило, человеку все равно на этой планке, на дно держаться невозможно, все равно будет, мы созданы так, чтобы мы развивались, как на теме личности, мы либо развиваемся в сторону совершенства, либо развиваемся в сторону падения, остановиться мы не можем. Есть зависимости явные, которые видны невооруженным взглядом, например, наркомания, алкоголизм, а есть скрытые, которые... Но даже наркомания сейчас не видна вооруженным взглядом, сейчас люди достаточно уже научились до поры до времени это скрывать. Ну, я о том, что сам человек может не отдавать себе отчетов в том, что он зависимый, например, вот зависимость от труда. Работоголизм, да, называется сургетная зависимость, от слова ужин срочно. Где вот эта грань? Ведь, допустим, все наши гении, да и не обязательно гении, люди, которые чего-либо достигали в жизни, они все были трудоголиками, и вообще... Не факт. То, что люди, как вот я тоже пью крепкий чай, мне говорят, да это чефир. Я говорю, крепко заварить чай не является чефиром, потому что надо кипятить, чтобы это стало чефиром. Также, если человек много работает, не факт, что он стал трудоголиком. Где грань? Ну, если у человека есть высшая цель, например, помочь человечеству решения каких-то вопросов, особенно если вот есть любовь в ближнем, и человек ради достижения этой цели работает, то у него сохранные связи с окружающим. есть на... Просто я вам вкратце опишу адективную схему, чтобы было, это крайне понятно. То есть вначале, когда агдитсы зарождаются, у человека возникает ощущение, что он нашел некую волшебную таблетку, которая позволяет ему мгновенно по своему усмотрению менять собственное, ну, неприемлемое для себя состояние. То есть человек пришел с работы, уставший, злой, вот он что-то сделал, покурил, поиграл, и вдруг он выпил, ему стало хорошо, он стал коммуникабельным, ну, и вот начало зависимости, вот это ощущение полета и внутренней свободы. И постепенно человек настраивается на это состояние, входит в него все глубже и глубже, он, конечно, что ему стал свободен, но все больше посещает этому времени и начинает разрываться то, что связи с тем, что и делал его человеком. В связи с близким, человек, например, если он христиан, он перестает как-то совсем забрасывать духовную жизнь, ну, и в общем разрывается связь с тем, что было у человека дорого. И постепенно никаких вот этих позиций, которые приводят к коронавесию, не остается, и вот эта изолированная деятельность полностью поглощает все внимание человека вплоть уже до разрыва связи с реальностью, когда человек перестает мыться, там, сосредить, и происходит катастрофа, иногда смерть. И вот это, соответственно, грань ее, если мы понимаем, как процесс развивается, мы понимаем, что если человек много работает, есть 0-0, много работает, но он любит своих детей, то есть он способен прийти, у него, может быть, не 5 часов на своих детей, у него 3 минуты, но он способен обнять своего ребенка, она рассказала какой-то стишок, сказала, что у нее пятерка, он с любовью что-то спросил, то есть у него душа откликается, в случае аддикции душа перестает терять способность откликаться, и вы правильно скажете, что есть самые, одни из самых нарях тяжелых, ну, тут сложно по степени тяжести уловить, вот если невидимые аддикции, да, у нас, в принципе, как писали профессор Короленко, академик Дмитриева, вся идеология нас с временной жизнью нацеливает человека на эргетную зависимость, работа эголизма, это очень тяжелая форма аддикции, которые самим человеком не распознаются, потому что он не входит, втягивается, ему, конечно, это нормально, но критериями ненормальности это является вот это чувство тревожности, которое в тебе прорывается, ну, которое люди глушат еще больше работы, получается такое уже какое-то рефлекторное кольцо, вот это игнорирование собственных каких-то, ну, души порождает в тебе какие-то проблемы, конфликты, которые ты губишь, давишь еще большим вовлечением в работу, и выход здесь необходим, да, опять же, ну, восстановить связи с другими сторонами своей жизни, мне даже одна женщина рассказала, она не совсем верующая, да, ну, когда уже втянулась, ну, на работе уже допекли, совсем хотела увольняться, потому что там начальница поставила камеры везде, звонит, почему где-то кто стоит не так, ну, когда совсем допекло, я, говорит, села в парке на скамеечку с закрытыми глазами, и так интересно, вот, все то, что раньше ты видела и казалось тебе обыденным, да, ты начинаешь воспринять ушами, вот мамочки с детками ходят, разговаривают, там, птички, и я как-то пытался слушаться и представлял, что происходит, и моя душа жила, и вот эта моя связь там с ритмами природы, да, с собой, она восстановилась, и вот этот морг сошел, и поэтому очень интересно, что даже некоторые светские авторы говорят, что чтобы выйти зависим, необходимо все-таки религиозные переживания, потому что когда какая-то глубинная часть, которую мы задавили, она была активирована, вот мы когда в Псалтии читаем, вот этот морг сходит, какое-то слово касается глубин нашей души, и она обращается к Богу, и мы начинаем нащупывать, что вот здесь в глубине души вот он я, да, сейчас люди хотят найти себя, но найти себя, погружать в виртуальную культуру невозможно, и тогда мы понимаем, что на фоне вот этого проснувшегося переживания, что то, что мы делали, это дичь, а раз мы это начинаем понимать, мы начинаем с этим как-то бороться, и мы уже начинаем чувствовать ту черту, за которую переступать не надо, а если мы черту не чувствуем, конечно, любой процесс становится аддикцией, но чтобы эту черту еще видеть, вот как это тоже говорил еще некоторые светские авторы, что в принципе, что означает зависимость, это, ну, незрелость суждений, да, это, ну, какое-то, ну, незрелость каких-то отношений с другими людьми, и, соответственно, когда у человека нету чего-то кроме зависимости, если он сам такой инфантазирует, для него любой процесс мгновенно станет зависимостью. Вот передо мной смартфон, мы все сегодня отчасти интернет-зависимые, мобильно-зависимые, как эта штука деформирует человека, насколько она опасна, ведь действительно тут вся работа, вся переписка, да, и приходится огромное количество времени тратить на общение вот с этой вещью. Ну, я могу, можно сказать, как-то и неправильно, но просто, как некоторые считают, экран стимулирует более подкорковую структуру, это эмоции, инстинкты, чтение, глубокое чтение, да, именно не просто проглатывание, а с попыткой связь текста, применить, ну, как бы найти связь между текстом собственной личности, развивает кору головного мозга. Если, соответственно, долгий контакт с экраном, он, долгая, как бы, активация подкорковой структуры приводит к угнетению коры, и поэтому онлайн-обучение в школах, это вообще катастрофа. Ну, и, как мы в соединении нейрохирургом обсуждали эту проблему, он привел, может быть, не совсем этичный пример, ну, как, мужчина в тюрьме смотрит порнографию, там, на смартфоне. Это, конечно, плохо, как бы, да, это, там, ну, деформировать его, но, по крайней мере, это не столь быстро его разрушает, как, например, 14-летнего подростка, потому что уже, когда после, ну, годам 20-ти у нас встает лобная доля, а лобная доля, как раз вот те, кто и занимается из-за возможности переключения деятельности, то есть мы сейчас понимаем, что потеряю наркотики, я, например, теряю свое будущее, но у 14-летнего ребенка, он еще не способен сформировать образ будущего, особенно, если учат уже здесь сейчас, да, не способен сформировать, сформировать представление, что сейчас, из-за нынешнего поведения, я теряю то, что будет в будущем, для него эта область закрыта, вам даже трудно объяснить, это формируется после 21-го года, ну, а как раз, как мне незнакомый нейролог говорил, что смартфоны еще приводят к тому, что на лобной доле годом 25 только формируется, поэтому человек, условно, в 25 лет, он пользуется смартфоном, если он начал пользоваться в 25 лет, может быть, это повредит, но не сильно, особенно, если человек задействует кору головного мозга, то есть он знает, для чего он достал телефон, когда он достал, отключил уведомление, я буду отвечать на уведомление тогда, когда я решаю, и здесь, в принципе, у нас какая-то, вот эта перифонтальная кора, она решает, ее называют капитанским мостиком, тогда смартфон не вредит, если вы входите в поток, сейчас очень модно, да, вот эта идея потока, всякие тренинги, то действительно происходит момент разрушения, да, как кора все более и более угнетается, а, соответственно, если кора угнетается, человек уже не способен найти разницу между истинной ложью, и поэтому вот у людей сейчас в современных таксах строят логическое мышление, ну, и то, что называют функциональной грамотностью, это способность, смысл прочитанного текста, применить к себе и понять вообще смысл прочитанного текста, но понятно, что речь идет ведь не только о текстах, то есть человек не способен видеть какую-то ситуацию, понятие суть и как это ситуация ко мне, и поэтому даже сейчас мы вне политики, но даже вот это последнее событие, связано с военными действиями, остается только поражаться, насколько нелогичные люди делают выводы, и надо понимать, что на уровне логики им невозможно что-то объяснить, потому что к тому, что они не могут понять ситуацию, они были подготовлены годами погружением в эти инфопотоки, которые, в принципе, размыли их способность сформировать цельные суждения. Если ребенку, может быть, привить какую-то культуру, обращение к смартфонам, возможно, для него смартфон будет как молоток, или что-то такое, но это очень тяжело привить, и поэтому даже как академик в Томске считал, что если вы не можете изменить свое поведение, потому что сильны вот эти неправильные доминанты, вы можете выстроить вокруг себя быт, и поэтому все-таки школа, она нужна, почему? Потому что в школе создается некая атмосфера, если так хотите сказать, какие-то ключи, есть сейчас в терминах Академика Павлова какие-то рефлекторные связи, то есть человек видит доску, уже настраивается на процесс запоминания, но когда человек оказывается дома, и все вот там подушки, мишки, все это напоминает ему о отдыхе, развлечении, то представь, что 12-летний ребенок, он настолько суперсознатель, что он прямо сконцентрируется и через экран, где у него есть возможность что-то поиграть, но это утопия. Ну, 10%, да, есть, говорят, жизнестойкие дети, которые имеют очень сильно выраженное такое какое-то внутреннее другое, они смогут, но 90% они утонут. И поэтому, если вы не знаете, для чего пользуетесь, эта штука у вас поработит. Проблема действительно огромная, очень много вопросов от родителей, как же выстроить эту культуру общения ребенка со смартфоном? Мы не можем забрать уже у детей сегодня планшеты, мобильные компьютеры, это уже наша реальность, да? Какие-то конкретные советы могли бы таким родителям дать, которые беспокоятся о своих детях? Ну, понятно, что за две минуты мы этого, может быть, не сможем сказать, но я вкратце скажу, что я долгие годы дружу с центром для подростков, которые находятся в конфликте с законом, это самые неблагополучные дети, которых по приговору суда направляются в центр во имя соседей Василия Великого, это в Петербурге, то есть в домашней атмосфере вместо колонии они проходят реабилитацию, если реабилитация прошла успешно, с них снимается судимость, и вот как раз на основе общения с этим центром я создал цикл статей, которые в будущем как-то планируется издать, ну, цикл бесед родителей и дети, да, и статьи так же называются, вот в интернете выложены родители и дети лекции и текст, родители и дети воспитания лекции и текст ремнах Прокопия, скажу вкратце, может, мысль банальная, она уже всем набила оскомину, ну, родители, которые самые зависимые от телефона, как они, чему они смогут научить, это как мне одна мама говорила, я одна сумасшедшая мамашка, которая приходит во двор и играет с ребенком, да, как правило, дети играют сами по себе, все мамочки считают смартону, и, конечно, как мне тоже мальчик говорил, что его там отчим говорил, слушай там, сынок, ты бы не курил, но сам при этом дымит, ну, и с точки зрения святых отцов, да, если ты победил себе какую-то страсть, какого-то демона, там, чревугодия, ты можешь научить только в плане чревугодия, к чему-то другому, ты уже не можешь научить его там в гордости, потому что ты не победил себе, ну, кстати, известно, да, вот это древнее такое наставление, когда мама скажите, аскету, который объедался финиками, просто думал по мрачению, и он говорит, мой сын объедается финиками, исцели его, пожалуйста, говорит, ну, придите там через какое-то время, она его привела, он говорит, мальчик, ты что, не знаешь, что есть более вкусные вещи, которые, ну, помимо фиников, и ребенок, кстати, эти слова исцелился, мама говорит, ну, неужели вы могли сказать эти слова раньше, он говорит, да, мог сказать, но, когда вы привели, я сам услаждался финиками. Да, прекрасно. Отче, есть еще такая тема, связанная с зависимостями, со-зависимость, ну, это, как правило, относится к среде наркоманов, да, работа с наркозависимыми. Насколько я знаю, вы в своих трудах, как бы так, опровергаете, да, эту теорию. я хотел уже сказать, что я вас разочарую, я не поддерживаю действия. Да, могли бы в двух словах свое отношение к этой теме, да, со-зависимости. То есть, что говорят ваши оппоненты, что говорите вы? Ну, строго говоря, идея созависимости, она может появляться, только если жена, пытаясь исцелить мужа, пьет вместе с ним алкоголь. Тогда можно назвать созависимым, да. Ну, также она учитывая, что, в принципе, теория созависимости, она родилась также в Штатах, и тип социального устройства там принципиально иной, да. Как говорил Ашманов, почему он, кстати, не уехал в Штаты, да, вот, исполнитель директора Рамблера был, он, кстати, православный христиан, хотя бы приглашает в Штат, почему он не ехал, потому что там, говорит, не то, что атомизировано общество, ено с орденными оболочками. И там действительно, где с улыбкой увольняют людей, где уже утрачены любые смысловые вертикали, то есть, как таковой картиной мира, какой-то христианской культуры, если ее не осталось, и в твоей среде появляется человек, который ведет, ну, какой-то, аномальный образ жизни, у тебя никаких, каких-то культурных инструментов не осталось для того, чтобы его изменить. Ты можешь, вот, как этот гниющий палец при отсутствии, там, антибиотиков и какого-то лечения только отрезать. Да, но вот опыт центра Василия Великого показывает, что даже вот эти 16-летние подростки, они, большинство, скорее всего, пошло по 228-й статье, да, все тяжелые наркоманы, причем, по диагнозу, да, психопаты, они могут, могут в принципе, ну, 80% уходят с криминального образа жизни, но в целом, можно сказать, 60% встраивается в социальную жизнь, потому что надо не только убросить наркотики, но чтобы в центре реабилитации, чтобы человек появился что-то свое. Ну, еще 20%, 60% хорошо выходит, но еще 20% вроде бросает, но остается на шею родителей. И, соответственно, там действительно у людей нет инструментов, каких-то, да, и их в каком-то смысле можно понять, но у нас все-таки тип социальных отношений совсем другой, и мама, которая, например, прочитала эту какую-то книжку, ну, не только американские авторы, и многие русские, кто прошли стажировку там, ей говорят, что ты должна по алгоритму, значит, дать человеку упасть на дно, вот мне Славка рассказывал, вот я там учу людей упасть на дно, говорит, вы сейчас в кем поплывете, спрыгнете с катера, вы можете достичь до дна Белого моря, оттолкнуться, а если внизу в Марианский желоб, да, 11 километров, еще неизвестные там какие-то осьминоги там страшные плавают, хотя бы с этого озера там несколько метров прыгните, толкнитесь ко дна, есть такая техника у спецназа, да, когда вертолет падает в озеро, если ты выпрыгиваешь из кабины, то турбулетность, она тебя как бы затягивает, и ты теряешь кислород, там действительно оттолкнулся и поплыл, но в реальной жизни я знаю примеры, когда люди выжили, только когда была помощь стран родственников, но вот эти идеи созависимости, она по сути выталкивает людей из семьи, и они станутся просто адептами каких-то клубов, реабилитационных центров, не совсем можно сказать, что это все бесплатно, центры, которые работают под длинным шагом в программе, может быть на каких-то там организациях есть и бесплатно, но на каких-то ступенях тебя перенаправляют, на какие-то другие программы, которые уже носят платный характер, и семье просто объясняют, что все как бы это под патологией, вы ничего не делаете, есть ситуации, когда люди избивают там родственников, воруют, и здесь необходимо как-то отделяться, но не первым шагом, а когда уже ты попробовал эти методы, те, другие, и самое главное, когда ты действуешь не как испуганное животное, которое просто спасается бегством, а когда ты объясняешь человеку, слушай, мы тебе дали такие варианты, такие, как в Санкт-Петербурге Васильеве, что человеку дает какой-то расклад, знаешь, вот сейчас пришло время нам с тобой говорить, если ты сейчас не меняешься, впереди такой вариант, мы тогда уже живем раздельно, но здесь дается какая-то схема, и получается, что мама, действуя по этой схеме, вступает в конфликт своим материнским инстинктом, либо она взломает свой материнский инстинкт, в угоду программе «Танцессуция адептом», если читать воспоминания и письма вот этих, кто прошел созависимость, это как под копирку, мы все рады, что мы прорабатываем созависимость, либо она выходит с программы, в чем центральная ошибка, как мы говорили, в том, что если у человека нет каких-то ценностей, если нет чего-то высшего, кстати, наш Феатра Лурия как раз изучал ранение головы во время Великой Отечественной войны, и он выяснил, что в результате ранения головы у человека происходит какая-то физическая деформация, но если человек появляется выше вертикали, то эта деформация преодолевается, то есть, например, человек не может взять книгу, просто у него рука не поднимается, ну, вследствие того, что нарушена косметия, но если мы говорим, знаешь, вот это прекрасный роман, там очень классная идея, если он об этом знает, он уже может поднять руку, или даже замечательный фильм Хайди, мы недавно там были в гостях, с детьми смотрели, девочка не может читать, потому что ей говорят какие-то буквы, но когда ей рассказали, о чем эта книга, и ты заинтересован продолжением, у тебя есть уже мотивация читать, если у человека нету вот этого ничего высшего, то он неизбежно деформируется, даже заходя в метро, он, значит, зайдя в московский метро, он проклинает тех людей, которые давят ему ноги, как это Сарс говорит, а это другие, да, если он попадает на работу, не видит начальника, то есть, где бы он ни был, он прогибается под существующие условия, и поэтому важно человека не отсепарироваться от проблемы, да, ну, конечно, есть проблемы, ситуации, где надо это сделать, потому что там угроза жизни, например, матери возникает, но, как правило, многие люди действительно, я прошу прощения, если будут искорбления, как метафору, как загнанные животные, да, которые действуют только по принципу сражайся или беги, и задача стоит не в том, чтобы отстечь эту проблему, вот такой типичный американский подход, а дать человеку стержень, чтобы он научился как-то понимать эту проблему, чтобы он учился идти вверх, вот так же, как заключенные в консульционных лагерях, если, например, прошли школу теории созависимости, то что, ну, попали в экстремальную ситуацию, в тюрьму, например, вы не сможете отстепарироваться от надзирателей, от своих сокамерников, вы как-то вынуждены с ними вращаться, и поэтому, может быть, эта теория созависимости помогает человеку не разрушаться дальше, но они помогают ему выйти наверх, и вот этот принцип, опять же, что человеку говорят, ты должен там заняться собой, у нас тоже есть православие понятие внемли себе, то есть вспомни кто ты, откуда ты, вообще для чего ты, что ты войдешь в вечность, и когда человек внимает в себе, тогда он совершает какой-то правильный выбор, но человеку, который не принял смыслового вертикально, вот этот уровень, да, высший уровень человечности, а как в ситуации говорят, что, иначе, что человек, это все-таки, он носит себе облик божества, и таносит себя личностью, может понять только, как бы, соединишься с Богом, вот, или, как и Устин Попович, может только восполнить себя Христом, иначе никогда не поймем вот эту хереминскую суть человеческого существа, тогда вот этот призыв займись собой, человек восприняется на своем примитивном уровне, шоппинг, там, не знаю, там, какие-то еще, там, собирание марок, то есть, если раньше, вследствие своей духовной бедности, он полностью отточился на проблемах своего ребенка, постоянно не думает, потому что у него нет ничего другого, да, то точно так же, сейчас он отбросил ребенка, он с таким же фанатизмом начинает заниматься марками, и вот, как некий вариант, таким людям стоит, так называемое, ассертивное поведение, это термин с невыясным значением, первоначально он пришел к нам из, там, бизнес всяких пособий, ну, как метод ведения переговоров, ну, такое, ну, что нужно быть во время переговоров, агрессивным, потом этот термин приобрел, что нужно быть не только агрессивным, он вновь слушает других, и, соответственно, так называемый созависимый, предлагает некое ассертивное поведение, но, опять же, если мы человеку не дали культуру, мышление, то, если человек был на своем каком-то уровне, то попытка приведения ассертивного поведения приводит к агрессивной тупости, да, вот он, оставившись на своем примитивном уровне, прочитав 2-3 таких упрощенных книги по психологии, начинает всем теперь говорить и учить их жизни, и вот я пока, честно говоря, людей, кто прошел эти курсы завистия, здоровых пока не видел, может быть, я мало видел, но это люди, такое ощущение, что они, ну, идеологически как бы заряжены, да, я не говорю, что я хорошо разбираюсь на психологии и науки, но чуть-чуть, но эти люди, которые прочитали 2-3 брошюрки, посмотрели там 5-8 там роликов по 6 минут, теперь они считают, что они вправе учить всех остальных, ну, и ведь отделившись от принимающей наркотики сына, ты еще не стал человеком сам по себе, и в этом проблема. А как вы относитесь к 90-шаговой системе? Я считаю, что если люди хотят, у нас в стране каждый свободен, кто куда хочет, тот туда идет, но я по-честному старался, без всякого предупреждения, да, заниматься изучением вопроса, и понял, что все-таки она не только отличается от нашего православного парадигмы, но она еще, в принципе, не соответствует научной картине мира, я сейчас беру научный, не вплыве, не какие-то метафоры вечно меняющие, вот то, что уже диктология, уже накану, в принципе, как в книге профессии Короленко Академии Дмитриева, ну, приводится, цитата, психосоциальная диктология, организация, ну, еще национальный институт, там, изучение чего-то там, в Штатах, я еще не понял, организации, что постулаты для нашего программы основаны не на науке, а на мнении, я читал мнение священников, которые говорят, что те, кто считает, что для нашего программы, это плохо, у них нет любви, они не разбираются, когда я изучал, тоже эти, начну отсылать священники, это какие-то эмоции, да, идея о том, что зависит, является болезнью, она не является научным, да, утверждением, потому что, вот, сама идея нашей программы, что у человека нарушен дофамин, проводящий пути, то есть не может испытывать радость, и поэтому употребляет алкоголь, она просто не соответствует ни научной картине, ни даже обычным жизненным историям, если послушать людей, почему вы пьете? Не потому, что не хватает радости, потому что очень много печали, как бы, да, кто-то умер, да, у меня рассказала, там, одна специалист, извините, токсикология, да, вот у него был пациент, ну, начальник завода, произошла авария, умер человек, ну, может быть, даже по вине, точно не знаю, вот он запил, и, ну, очень много выводов, крайне спорных, ну, к тому же, делают эффективность, да, вот, например, центр Василия Великого, у них задокументированное, есть, пожалуйста, можно проверить, есть, даже сейчас пишется докторская диссертация, одна из работников центра, но это никому не надо, да, потому что это трудно выставить на флаг, этим трудно отчитаться, потому что вот это, в хорошем смысле, методичная работа, она не видна, да, а нужны результаты, 12-шаговая программа позволяет писать графики, чертить всякие там, диаграммы, ну, плюс, где эффективность, да, вот в той же книге, кстати, книги, психоэнергетология, точно не помню название автора, Мэлори, что ли, ну, не помню, в общем, суть, чтобы взяли группу зависимых, которые реабилитировали, с поднимая шаговая программа, посвящали, посвящали психологов, соответствующую направленность, и взяли группу, которая сама по себе, что-то там как-то там пыталась справиться, результаты одинаковые, да, плюс, в общем, было масштабное исследование, вот я, кто знает, у меня с дикцией не очень хорошо, там по-английски сейчас, true, 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 на русский перевести слово, которое показало, что нет статистических данных, что наша программа, как бы, превосходит каких-то других, ну, и плюс, я писал несколько работ на эту тему, программа, аэн, аэн, слэш, аэн, какие к ней возникают вопросы, вот два текста уже были опубликованы, опубликованы, там у меня на ютубе какие-то беседы, где, ну, я вступал, ну, не то, что в полемику, просто меня люди громили, кто, сторонник нашей программы, говорит, вы почитаете эти источники, я почитал, ну, и свой анализ я предложил, как правило, это очень мунипулятивный источник, который изо всех сил пытается доказать, что это именно заболевание, да, но когда люди, но одновременно тут же люди начинают, например, говорить, а как воспитать своих детей, то есть первая лекция, что зависимые, это ангции, которые были рождены, для того, чтобы зависимые, потому что у них сломан мозг, хотя современная концепция мозга, все-таки, что он пластичен, вот, изначально книга Нормана Доджа, на 99%, ну, или даже на 90%, она идеально наславится на православе, пластичен мозг, где он показывает, что действительно мозгом пластичен, мы способны вырабатывать новые связи, и дофамин, проводящие пути, если у человека какая-то нехватка, это все восстанавливается, ну, и, кстати, к вопросу, что если у человека мало дофамина, надо посмотреть вообще, что у него в жизни, ведь дофамин вырабатывается тогда, когда необходимо закрепить какой-то полезный навык, если человек ничего полезного для себя и хорошего в жизни не делает, а с чего там дофамина выделяться. Ну, соответственно, срединая концепция предполагает, что какие-то нарушения, они выравниваются, даже у нас Ганнушкин, наш гениальный советский психиатр, в своей книге «Клиника психопатии», он как раз и говорит о том, что даже у человека есть какие-то врожденные аномалии, при условии то, что есть какая-то конструктивная внешняя среда, какая-то направленность в вашей жизни, все может быть выровнено. Ну, и получается некий такой разброс, сейчас я не хочу вас, так сказать, в нюансы это посвящать. Дело, но когда, на шагу правил, нужно доказать необходимость изоляции человека, в исследовании программы, они говорят, что это болезнь. Но когда, например, нужно определить тугую трочку зрения, что, например, кто-то представляет, что это психопатия, следствие, они пытаются что-то доказать, но незаметно из себя переходят к тому, что зависимость – это система навыков, система каких-то ложных установок, и вот это, как и на дипсихии, двоемыслие, вот кто читал, Роман Жоржевого, двоемыслие, они замечают, это классические такие уловки споров, когда одни и те же термины в разных частях текста употребляют с разным значением. Поэтому у меня большие сомнения к нашей программе. Но если людям хочется что-то делать в каких-то организациях, это их дело, мы не можем следить за всем, что происходит в Москве. Но когда происходит, мне кажется, под крышей прихода, может быть, если действительно настоятельно разбирается в этом деле, и он в наш шаговый программ вложил какие-то свои христианские смыслы, может быть, из этого выйдет, что это что-то, я не утверждаю, но получается какой-то конгенитивный диссонанс, что под высшей силой же можно понимать все что угодно, и по идее регламент нашей шаговой программы предполагает, что никто не имеет права зависимо навязывать. Как и о чем думать? И получается, эти люди, которые приходят, у них получается какое-то размытое представление, из чего вдруг они должны стать прихожанами? Обычно можно слышать, прошедшие наши шаговые программы становятся прихожанами. Это неправда. Чтобы человек стал христианином, у него должно быть восприятие Христа. Вот Юстин Попович говорит, в чем суть вообще православия? Православие за 2000 лет донесло до нас образ Христа через литургии, через богослужение. А как человек станет христианином, если никто ему вообще не говорит о Христе? Если есть какая-то абстрактная высшая сила. Вот есть даже работы, которые показывают, что, может быть, наша программа в рамках России приводит людей к Богу, потому что высшая сила у нашего народа до недавнего времени, сейчас уже не факт, ассоциировалась как бы с христианской концепцией. Сейчас уже, не знаю, Россию можно назвать православным государством. Недавно с храма строится, но если посмотреть, сколько средств выделяется и какая у нас общая тенденция идет, мы, в принципе, идем стабильно к какой-то эзотерике. Но в Штатах, например, наш шаговый программ больше приводит людей к оккультизму. Да. Ну и вот я знал одного женщину, мужчину, который сам вели наш шаговый вот эту ячейку, ну, по их словам, вот мы замечали, что в церковь приходят только те, у кого был опыт семейной жизни, оба самопожертвованы. Но если человек, например, пришел в храм к Богу только для того, чтобы обрести трезвость, для тебя Бог это некая служебная какая-то инстанция, некое уже все, которое должно иметь трезвость. Ну, естественно, а что сейчас говорят, да, что ты приходишь к Богу, первоначальная благодать, тебя как бы Бог носит на руках, помогает тебе во всем, но потом эта благодать тебя ставит на землю и дает тебе возможность и самому. И начинается период скорбей, когда ты должен доказать свою верность Богу тем, что ты будешь молиться с сухостью, да, и, соответственно, если человек пришел к Богу только ища там какого-то профита, то в этот период он отпадает. И поэтому у меня вот большие сомнения по поводу в отношении пропагандистов. Но кто хочет, это пусть делает, но мне не очень понятно, почему это у нас вот двигается в приходах, но хотя бы я могу понять, что для, например, настоятельного он благословил, но это не особо разбирается. Нашего программа имеет свои методички, литературу, ты все это снабдил, а что дальше происходит, никто не знает. Но вот я пока не встречал людей, которые прошли нашу программу и стали вот прямо христианами. Как правило, даже те, кто прошли и заявляют, что они люди верующие, когда я начинаю говорить с цитоотеческой какую-то повестку, да, что там в страстях, начинается жесткая критика в мой адрес. И поэтому большие сомнения, что люди готовы влиться в церковь. Скорее, например, Алексей Бабурин, он считает, ну, да, который адаптировал зарубежную программу к нашим реалиям, вот создал замечательные семейные клубы трезвости, да. Он считает, что как раз программа делает человека неспособным потом в дальнейшем уже стать членом церкви. Вы сейчас затронули очень важный момент причины зависимости. Можно ли как-то общо об этом говорить, что причины какие-то есть духовные, социальные, психологические, или каждая зависимость это какая-то определенная история? Ну, можно как-то, да, все-таки структурировать. Ну, сейчас мы, если не писать научную работу средоточено, то можно сказать, что, ну, некий закон последовательности, да. Один нарколог даже описал некую такую лесть зависимости. Там определенный возраст, там, курение. Ну, вы не можете просто так запись. Это тяжело просто начать пить водку. Но если вы в определенном возрасте закурили, потом пришли на пиво, с пива на водку, с водки там, на марихуану, да. Ну, как замечательно, в этом было фильме с Каном на основе автобиографии одного нью-йоркского писателя баскетбольной баскетбольной истории, Ди Каприо в главной роли. Вот они токсикоманили, дышали из мешка, но потом пришли подышать из мешка в один дом. Там сидели, говорит, два типа на крыльце. Один сказал, если дышишь, значит, ты глотить можешь, дает мне таблетку. Той говорит, если глотаешь, значит, ты уколоться можешь. Иглы наводили на меня страх, но в тот день я укололся. То есть, некий такой постепенный переход, когда, ну, на этом, основа набьются. Тебя немножко вернули в какую-то патологичную тему, ты немножко потрепетал, но потом тебя убедили, что это нормально. И с тебя одну шкурку сняли. Потом постепенно в тебя входит, и ты постепенно принимаешь какой-то, ну, привыкаешь к патологии, начинаешь считать ее нормой. Да, вторая, конечно, причина, ну, один наш медицинский психолог Зорин как раз тоже писал, что примерно за последнее время выросло уровень неврозов в 40 раз, да, то, что мы, разбирали, и уровень алкоголизма примерно столько же. Вот я написал работу, которая недавно была опубликована при независимом поведении родственникам и их близких, и туда, ну, ужасающая книга 940 страниц, потому что я туда включил, ну, пока все, что из того, что я писал, был готовым, еще, наверное, такую же, такую же толстену еще что-нибудь издадим. Ну, говорили, что можно издать и потоньше, но там была работа «Тирания мысли», да, как не был концепциал, не только, но в основном я писал про алкоголь, это тирания мысли, когда наш мозг просто начинает нас уничтожать. И уже просто тиранию мысли можно разматривать, она возникает от разных причин, но просто у тебя как какое-то возникает непереносимое ощущение, оно может возникать из-за бессмысленности жизни, из-за неправильности совершенно ошибку поступка. Даже просто тебя работа начинает напрягать, как я ниже говорил, что я, у меня водка на рабочем столе, он столер, у тебя начинаются какие-то мысли неприятные, ты там выпил стакан, как бы, да, все, неприятных мыслей нету. А потом постепенно человек втягивается. Но всегда ли зависимость, как говорят, длинношага программа, это нехватка дофамина? Вот если просто разбирать человеческие истории, ты видишь, что не так. Потому что, например, один человек, он говорит, что когда я шел на криминальное дело, соя с ним обличала, я выпивал, чтобы не слышать голос, но почему, кстати, фронтовые, фронтовую водку топили, да, выждя в атаку? Ну, что бы подать страх, хотя, кстати, не лучший, во время, как считают, все-таки атаки надо быть более собранным, а если ты полупьяный, да, есть риск того, что ты погибешь или искоришься. Ну, и я считаю, что чтобы вообще говорить о причинах, необходимо начинать с конкретных примеров. Потому что, когда вначале строится концепция, люди не достигают все-таки доистины. На одной научной конференции, ну, не знаю, говорила ли эта женщина в полемику, ее доклад был после моего, и она говорила, все-таки, когда говорят специалисты о зависимости, посмотрела, может, она не на меня лично смотрела, да, я просто говорил, я писал работу, профилактика зависимого поведения, что нужно дать школьникам, детям, чтобы был шанс, что они станут зависимыми, да, все-таки это черепно-мозговые травмы и так далее, и так далее, но Сергей Белогуровс и книги популярные о наркотиках приводят как раз разные причины, которые могут быть в анализе в зависимых, он говорит, но есть одна неприятная новость, человек может стать зависимым, не имея ни одного из перечисленных качеств его анализе, у него может быть великолепная семья, родители могут быть неразвенены, никто на него в детстве не кричал, не ругался, у него могут быть никаких травм, да, и откуда привез зависимость, она приходит, в том числе, из социального окружения, у каждого у нас потребность счастья, и к вопросу недофамини, вот, а то, что у людей нету какой-то базы для того, чтобы стать счастливыми, счастье возможен, вот еще немножко разница на шага программы, просто скажу, вот, и христианская концепция, у себя Феофана Затворника замечательное произведение 118-й псалом, 17-й кофизма, блаженный, непороченный, в путь, ходящий в законе Господне, вот они бывшие рецидисты, которым разговором, почему пил, да, ну, что, мне хотелось быть счастливым, это не к вопросу, что у него было мало дофамина, а то, что был образ жизни такой, и я для себя нашел ответ в этой фразе, блаженный, будь непорочен, и ты еще здесь, на земле, не где-то там в вечности, еще здесь, ты станешь блаженным, да, и тебе не надо будет искать какие-то костыли, но представление о счастье у людей, они очень сбивчивые, поэтому они его как раз не достигают, и, может быть, для начала дать на человеку представление о счастье, что счастье, как Виктор Фангарилл, оно возникает, само собой, когда у тебя есть какая-то значимая цель, которая сформирована на основании какого-то значимого смысла, и вот Иван Линсс о работе о счастье, как раз говорил, что не ищи счастья специально, да, стремись к чему-то великому, чего он мог отдать самого себя, и ты станешь счастливым, но люди его, или как, вот Экзупери писал, говорит, ты жалуешься, что тебя, ты не можешь писать стихи, но мало пригорок, на которые взобрался, если в жизни человека нет какого-то здорового напряжения, это напряжение пытается создать каким-то искусственным способом, даже у Виктора Франкла замечательная мысль про основание и причину, то есть, например, основание для горя это смерть там близкого человека, причина, а, то есть, основание для слез это смерть близкого человека, причина для слез это чистка лука, также основание для счастья это значимая цель, на которой ты стремишься на основании какого-то великого смысла, но причина для счастья это какая-то временная химическая интоксикация, да, с помощью ЛСД или алкоголя, и, соответственно, вот эта духовная бедность, она приводит к неспособности людей вот ощутить что-то такое настоящее, А если взять концепцию на шаговую программу, что вся проблема в том, что у человека нет дофамина, тогда почему напивались палачи? Ведь остались воспоминания, особенно с советских лет, когда массовые репрессии, люди, которые принимали участие в массовом христианстве, все напивались. Почему напивались? Потому что они не могли с этим жить. А получается, если все дело нехватки дофамина, значит, не просто больные люди. А если бы дофамина была в порядке, значит, 230 человек расстреляли и пошли довольны домой. И вот люди, которые отрицают, в общем, все-таки какие-то морально-смысловые идеи, вообще отрицают мир божественный, мир духовный, в том числе наличие мира демонического. Вообще, мы живем в эпоху постмодерна, когда отрицается добро и зло, соответственно, они не могут нащупать ни вот этого счастья, ни этого великого смысла. И, конечно, прозябая в это какой-то смысловой нищете, они вынуждены создавать себе какие-то костыли, и поэтому человеку надо не только соблюдать алкоголь, но дать ему то, ради чего ему надо жить. Как у меня одна женщина говорит, мне надо объяснять, что алкоголь это яд, я это знаю. Дайте мне то, ради чего я могу жить. И последний вопрос, наверное, самый важный, о лечении зависимостей. В каких случаях необходимо медикаментозное лечение? В каких случаях это психологическое воздействие? В каких случаях нужно поменять среду? Вот как-то тоже тезисно. Все очень сложно, потому что, не знаю, как сейчас, я не всегда, то есть я не отслеживаю так ситуацию прямо уже совсем. То есть я стараюсь как бы работать не на уровне нормативных документов, но на уровне смыслов, да. Но до недавнего времени, не знаю, поменялось ли много, у нас эта область была очень слабо регулируемая. То есть любой человек может открыть свой реабилитационный центр, там, как-то там, условно, ну, начать работать, получать по 40 тысяч в месяц. И все-таки надо понимать, что многие серийные книги, вот как меня знакомый профессор говорил, и методики созданы для того, чтобы быть продаваемыми. И поэтому, соответственно, нужно ли человеку медикаментозное решение или лечение, или не нужно. Если мы берем врача, у которого есть этика, и который не пропишет пустого, может, если он скажет, что нужно, может, так оно и есть. Но если мы берем какой-то центр, который платный, или клинику, да, который имеет договор с другими центрами, то есть человек приходит к наркологу, он получает 10% из какого-то реабилитационного центра, может даже сектантское направить за то, что направит человека туда. Естественно, человека будут навешивать и то, и другую, пятое, десятое, при том эти уставы в центрах так лукаво созданы, что там мелким шрифтом написано, что если человек не соответствует реабилитационной программе, он осуществляется из центра без дне причины. То есть его три месяца держит, он говорит, иди там пень выкорчевывай. Он сказал, да почему я должен выкорчевывать? Все, как бы ты провел непослушание. Маме знает, вот все ребята как ребята, а вот ваш, как бы вот он, так сказать, патологически зависимый. И начинается хождение по центрам, люди берут кредиты. И поэтому эта область сейчас очень тяжелая. Ну вот стоит отдать должное, все-таки Синодальному отделу по противодействию алкоголизму и наркомании, они создали реестр, да, вот у них сад есть нашелся, ну от евангельской фразы, сын, брат твой был мертв и нашелся, да, притча о блудном сыне. По крайней мере, вот этот реестр, который они на своем сайте публикуют, ну то есть адреса каких-то центров, с которыми они сотрудничают, не во всех этих центрах прямо там какая-то там православная парадигма, хотя бы в эти центры выезжает какая-то группа, которая хотя бы смотрит на местах. Я не утверждаю, что все, что вошло в этот центр, оно правильно, потому что, ну понятно, что трудно за несколько дней понять, что это за, ну хотя бы хоть какая-то проверка, да. А так остается очень масса центров, и что там с человеком делают, вообще неизвестно. Только если это какие-то, ну, наверное, как и с врачами, только если у вас какие-то личные связи, и те люди, которым вы доверяете, говорят, что вот мы вот кто-то там из моих знакомых был в этом центре, там ему помогли. Иначе это может прийти просто вхождение по кругу. Но я все-таки как считаю, что эта проблема, если мы смотрим с позиции промысла Божия, эта проблема донача родителю, чтобы выйти из своей капсулы. Потому что, ну, так складывается, вот моя версия, она может быть ошиблась, что как раз первое такое риск капсулирования происходит 20 лет. Ну, там 23. Человек вышел из института, пошел на работу, какие-то алгоритмы он понял, и шпарит дальше в ромках этих алгоритмов. И вот у них как раз рождаются дети, там, бессонные ночи, и человек вынужден сталкиваться с чем-то принципиально иным, с другим, с большой буквы. И он как бы растет, развивается, да. Потом в 40 лет тоже хочет сесть на диван, насладиться плодами за, как бы, побед, какие-то уже средства заработать, сядь на работу, и вдруг все, ребенок становится наркоманом. Ты ищешь, проходишь вот эти огонь, воды и так далее, но вот в центре саперной как раз видел самых счастливых родителей в жизни. Те, которые прошли это, прошли это, вот, кстати, которые не работали по этой теории созависимости. Потому что, пройдясь через это, ты отбрасываешь очень многие стереотипы, и ты начинаешь любить, то есть, ну, во-первых, и ты как-то на другом уровне приходишь к Богу. Потому что понимаешь, что, чтобы не сойти с ума, как бы, вот здесь, да, тебе нужна опора не на какие-то вот твои придуманные вещи, тебе нужно обрести какие-то глубокие смыслы. И часто эта проблема дана родителям для чего-то. Я не утверждаю, что нужно сразу заниматься со всей семьей. Это, конечно, понятное утверждение, но попахивает с системой маркетинга, да. Ну, просто есть некоторые секты, когда человек приходит в секту, человек говорит, так вот, ты просто травмирован матерью, пока твоя мать не пройдет здесь, как бы, какой-то тренинг, ты не сможешь исцелиться. И поэтому человек начинает тянуть всю свою семью, говорит, если он будет со мной ходить, то да, я с вами разрываю все отношения. Это понятно, но в целом много, вот когда, сколько неградостроительным, в принципе, картина одна и та же. Это полное безразличие каким-то вообще духовным вопросом, да. Это полностью отточиться на каком-то материальном быте. И такая закапсульность, и, конечно, вот, ну, как вот в ситуации говорили, не хочешь страдать, либо не греши, либо согрешивкайся, либо смиряйся. Если у тебя уже греховная ржавчина образовалась, Господь полюбил тебе, чтобы не дать тебе войти в эти вещи с этой ржавчиной, уже берешь шкурку и начинаешь стачивать. Чем раньше ты это поймешь и сам начнешь стачивать с греховной ржавчиной, тем быстрее внешняя ситуация начнет меняться. Я не беру, как вот эти за три говорят, что начни с себя, это слишком упрощенное, да. Но первый шаг, вот как я писал, как раз в одной работе, прям независимое поведение, часть вторая, да, родственникам. Мне вообще понравилась, кстати, книга, вот, хоть американская, да, но Роберт Киган, Лайзе Лейхи, «Неприятие перемен». Они писали, что есть проблема функциональная, у вас ножка стала, отвалилась, нужно приколотить. Есть проблема другого уровня, что пока вы не извините самовышление, поэтому мне книжка понравилась, потому что она очень хорошо ложится на православное понимание, метаноя, да. Пока вы не измените свое сознание, вы просто не сможете понять, в чем суть проблемы, не сможете ее изменить. И, ну, по крайней мере, как в этой книге «Неприятие перемен» пишут, что масштабные кризисы, они преодолеваются вот через это. И родителям это, конечно, нужно понять, но очень сложно бывает донести. Им нужно, чтобы просто ребенок от них отстал, и они могли дальше спокойно сидеть на своем диване. Спасибо очень за эту беседу, за ваш опыт, за искренность. Может быть, кому-то эта беседа поможет, дай бог. Всем всего доброго. До свидания.